Уважаемые коллеги, добрый день. Здравствуйте. Мы сегодня обсудим вопросы, связанные с наращиванием научного технологического потенциала агропромышленного комплекса, его адаптации к системным вызовам, включая изменения климата. И прежде чем начать нашу встречу, хочу ещё раз поздравить с Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а мы его отметили вчера, 10 октября, всех, кто трудится в этой отрасли – учёных и агрономов, фермеров, рабочих, механизаторов, зоотехников – всех. Во многом благодаря вашему добросовестному, самотверженному труду, дорогие друзья, даже в непростых погодных условиях текущего года собран хороший урожай, практически полностью обеспеченные потребности страны по всем основным группам продовольствия. И, конечно, высокие показатели – это результат системных изменений в агропромышленном комплексе. Он стал по-настоящему современным, насыщенным передовыми технологиями и инновациями. Для этого мы вместе многое сделали, направили на развитие сельского хозяйства значительные федеральные и региональные ресурсы, объединили возможности государства, бизнеса и, что принципиально важно, наших научных организаций. Пять лет назад приняли решение запустить федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства. Нацелили её на внедрение в АПК новейших отечественных агротехнологий. Но передовые научные знания и разработки в сельском хозяйстве, как и в любой другой сфере, значимы, разумеется, не сами по себе. Критически важно, чтобы полученные результаты способствовали росту благополучия и укреплению здоровья наших граждан, качеству жизни на селе, служили созданию новых рабочих мест. И были направлены, разумеется, на наши общие национальные цели развития, которые мы должны достичь в текущем десятилетии. В этой связи, считаю я правильно, продлить сроки действия научно-технической программы до 2030 года и обеспечить бесперебойное выделение средств на разработку новых технологий, которые должны незамедлительно находить применение в аграрном секторе. При создании и внедрении передовых решений нужно обязательно учитывать необходимость адаптации сельского хозяйства к изменениям климата. Мы постоянно сейчас об этом говорим, мы правильно делаем. И, безусловно, нужно фокусировать внимание на вопросах рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и снижения углеродной нагрузки. Я уже говорил совсем недавно на совещании по энергетике. Делать это нужно, исходя из общемировых трендов, но в то же время понимая, что происходит в нашей стране, где наши конкурентные преимущества, какими темпами, каким способом мы должны достигать тех целей, которые перед собой ставим. Такой подход должен работать по всем направлениям развития экономики, науки и технологий. Уважаемые коллеги, концентрация финансовых, научных ресурсов, производственного потенциала агробизнеса, чёткие планы реализации проектов позволят эффективно решать сложнейшие задачи в сфере продовольственной безопасности, наращивать производство экологически чистых продуктов питания. У наших производителей есть все возможности для того, чтобы насытить внутренний рынок и занять при этом ведущие позиции в мире. Собственно говоря, это происходит уже сегодня по целому ряду направлений. Причём речь идёт не только об экспорте самого продовольствия. Нужно активнее продвигать на глобальные рынки и наши современные аграрные технологии. Отмечу, что в ходе реализации научно-технической программы нами уже выведены новые сорта наиболее важных сельскохозяйственных культур. Предложены комплексные технологические решения. Создан серьёзный задел для того, чтобы в горизонте десятилетия не менее чем на 75% обеспечить аграриев семенами отечественной селекции. Нужно максимально конкретизировать эту задачу. А именно зафиксировать в доктрине продовольственной безопасности, на какой уровень самообеспечения семенами мы должны выйти через 5, 7, 10 лет. Причём сделать это по конкретным сельскохозяйственным культурам. Прежде всего, стратегическим, ключевым, которые составляют основу нашего продовольственного рынка. Это, конечно же, пшеница, другие зерновые. Но такой же подход должен быть использован и для обеспечения животноводческого комплекса стороны отечественным племенным материалом. Отмечу, что благодаря достижениям отечественных селекционеров удалось вывести российскую породу мясных кур, например. А по целому ряду характеристик они не уступают и даже превосходят зарубежные аналогии. И это значимый шаг к повышению независимости и конкурентоспособности всего отечественного агропрома. Уважаемые коллеги, важнейший фактор успешного решения названных задач – это современная система подготовки кадров. Мы говорим об этом примитительно ко всем отраслям. И в сельском хозяйстве никаких исключений нет. Эта работа должна в полной мере соответствовать тем серьёзным технологическим процессам, которые меняют облик аграрного сектора во всём мире. Сельское хозяйство становится в полном смысле слова высокотехнологичной индустрией. Многие работы в значительной степени автоматизированы. Всё шире внедряются цифровые решения, математическое моделирование системы искусственного интеллекта и обработки больших данных. Активно развиваются такие междисциплинарные направления, как биоинформатика, биофизика, биохимия. То есть создание новых знаний и разработок в аграрной индустрии проходит на стыке самых разных наук. Собственно говоря, сейчас это происходит по всем областям знаний, и сельское хозяйство здесь не исключение. Именно в этой логике, конечно, хотелось бы услышать сегодня, уважаемые коллеги, ваше предложение по обновлению образовательных программ для сельского хозяйства, подготовки научно-педагогических кадров для аграрных вузов, в том числе за счёт расширения их взаимодействия с другими учебными и научными центрами, а также с компаниями реального сектора экономики. Речь идёт о том, чтобы наполнить аграрное образование современным содержанием, чтобы у молодых людей были все возможности получить передовые знания и востребованную профессию, принимать участие в перспективных исследованиях и проектах, и в дальнейшем успешно строить свою карьеру в сельском хозяйстве, применять прорывные технологии. Я повторю ещё раз, от того, как мы сегодня будем готовить специалистов для аграрной сферы, зависит результат всей нашей работы на долгосрочную перспективу. Думаю, что это, в принципе, и так всём понятно. Давайте сегодня, как раз, об этом и поговорим. Пожалуйста, слово заместителю председателя правительства Российской Федерации Абрамченко Валерий. Уважаемый Владимир Владимирович, как Вы уже сказали, четыре года в нашей стране реализуется Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы. Программа принималась как инструмент выполнения доктрины продовольственной безопасности, согласно которой к 2030 году уровень самообеспеченности семенами основных сельскохозяйственных культур отечественной селекции должен составлять не менее 75%. То есть программа является инструментом устранения зависимости нашего сельского хозяйства и сельскохозяйственного машиностроения от импорта. На момент принятия программы зависимость по семенам сахарной свёклы была 98%, по семенам картофеля 80%, по племенной продукции в птицеводстве 100%. В составе программы выделены подпрограммы по отдельным наиболее приоритетным направлениям. Первые результаты есть по трём подпрограммам – по сахарной свёкле, картофелю и по созданию отечественного кросса мясных кор. В сентябре правительствам утверждены ещё четыре подпрограммы – по производству кормов и кормовых добавок для животных, по масличным культурам, по улучшению генетического потенциала крупного рогатого скота мясных пород, по развитию виноградарства и питомниководства. Важным результатом реализации программы является возрождение отечественной аграрной науки, причём как в академических институтах, так и в аграрных вузах. В реализации программы на всех этапах принимали участие представители агробизнеса, и это очень важно, чтобы наши теоретические наработки были востребованы на практике. Это заложено в том числе и в правилах финансирования конкретных проектов. 50% предоставляется за счёт средств федерального бюджета, и 50% собственных средств вкладывает агробизнес. Средства из федерального бюджета направляются на выполнение государственного задания учреждений и предоставление грантов агробизнесу. Грант, отмечу, может расходоваться только на определённые направления. На приобретение удобрений, средств защиты растений, физико-биологических материалов и добавок, разработку и экспертизу проектно-сметной документации, приобретение современного лабораторного технологического инженерного оборудования, а также необходимой для эффективной реализации проекта сельскохозяйственной техники, причём преимущественно отечественного производства. На реализацию мероприятий, действующих под программы с федерального бюджета, уже было выделено 3,2 миллиарда рублей. И внебюджетные источники финансирования составили 1,5 миллиарда рублей. Владимир Владимирович, я назову основные результаты реализации трёх под программ. В настоящее время в под программе по картофелю реализуется 21 проект в 19 регионах страны. Участники под программы совместно с наукой комплексно решают проблемы отрасли. Создаются новые сорта с учётом особенностей климатических условий конкретного региона. Развивается первичное семеноводство. Создаются биопрепараты нового поколения. Разрабатываются технологии по селекции и семеноводству картофеля. Помимо научных учреждений, в реализации проектов принимают участие 12 аграрных вузов. Они обеспечивают отрасль молодыми профессиональными кадрами по востребованным направлениям реализации под программы. В ходе реализации такой под программы по картофелю достигнуты следующие основные производственные результаты. Создано 19 новых сортов картофеля, из которых уже востребованы агробизнесом 10. Произведено более 5,1 тысяч тонн элитного семенного картофеля отечественной селекции. И разработано 3 новых биологических средства защиты картофеля. К 2025 году по итогам реализации данной под программы мы планируем обеспечить производство элитного семенного картофеля отечественной селекции в количестве не менее 18 тысяч тонн ежегодно. Проект по сахарной свекле реализуется в Воронежской и Орловской областях, Краснодарском крае и Республике Крым. В 2019 году в рамках под программы организовано семеноводство родительских форм новых гибридов сахарной свеклы отечественной селекции. Это позволило произвести и реализовать 63 тысячи пассивных единиц семян. В 2020 году в рамках реализации данной под программы осуществлялось первичное семеноводство шести гибридов. Это позволило произвести свыше 100 тысяч пассивных единиц семян гибридов сахарной свеклы отечественной селекции. В ходе реализации под программы достигнуты следующие основные производственные результаты. Как я уже сказала, созданы шесть новых гибридов сахарной свеклы. И произведено в общей сложности 187 тысяч пассивных единиц семян гибридов сахарной свеклы отечественной селекции. Под программа создания отечественного конкурентоспособного кросса мясных кур в целях получения бройлеров. Эта подпрограмма принята в мае прошлого года. Благодаря совместным усилиям Министерства сельского хозяйства, Министерства науки и высшего образования и регионов Российской Федерации в 2020 году президиумом по реализации программы были отобраны и согласованы 4 конкретных проекта. В рамках реализации подпрограммы по кроссу мясных кур в 2020 году был создан один новый отечественный кросс мясных кур «Смена-9». Суточные цыплята и инкубационное яйцо в настоящее время поставляются на птицефабрики Московской и Ленинградской областей, Челябинской области, Алтайского края и Чувашии. В феврале 2021 года первая партия суточных цыплят поставлена в Казахстан. В заключение, Владимир Владимирович, хотелось бы отметить, что развитие нашей отечественной аграрной науки будет оказывать существенное влияние на все социально-экономическое развитие Российской Федерации. И в качестве одной из прорывных инициатив социально-экономического развития к 2030 году как раз определено развитие аграрной науки. Я благодарю вас за то, что вы поддержали наше предложение о продлении реализации подпрограммы по научно-техническому развитию сельского хозяйства до 2030 года. Доклад окончен. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Мы сейчас сделаем так, что коллеги, которые подготовили соответствующие сообщения, доклады выступят, а потом уже в более свободном режиме поговорим. Пожалуйста, Дмитрий Николаевич Платышев. Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Безусловно, стратегическое развитие агропромышленного комплекса невозможно без прочного научного фундамента. Основным инструментом в данной сфере является Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства. Все 15 направлений, включенные в эту программу, определены в результате длительного анализа и диалога между федеральными ведомствами, регионами, научным сообществом и, что очень важно, непосредственно участниками аграрного рынка. Построенная таким образом коммуникация позволяет изначально ориентировать научные разработки под запросы бизнеса и быстрее внедрять их в сельхозпроизводство. В этой связи рассчитываем, что достижения ФНТП будут носить именно прикладной характер. Итак, как было озвучено, на данный момент реализуются три подпрограммы по селекции семеноводства картофеля, сахарной свеклы и отечественному кроссу мясных кур. Результаты ФНТП все активнее применяются в субъектах, в частности, в Воронежской, Московской, Ленинградской, Самарской, Челябинской областях, Алтайском и Краснодарском краях, а также в республиках Северной Осетии, Алания и Чувашия. Отдельно скажу, что два сорта картофеля, полученных в рамках ФНТП, продемонстрировали урожайность более чем в два раза выше среднего показателя. Массовое тиражирование данных сортов планируется уже со следующего года. Что касается подпрограммы по кроссу мясных кур, на российские птицефабрики начались поставки суточных цыплят отечественного кросса смена, а также инкубационных яиц и суточных цыплят бройлера. Владимир Владимирович, для нас крайне важным является импортозамещение в этой части, особенно по инкубационному яйцу. Коллеги, такие результаты пока нельзя назвать масштабными, однако рассчитываем, что с каждым годом они будут увеличиваться. Аграрный бизнес все более заинтересован в отечественных научных разработках и готов вкладывать в это собственные средства. Для развития ФНТП в том числе расширим масштаб реализации действующих подпрограмм по картофельным, сахарной свекле и кроссу мясных кур. В частности, в 2022 году запланированы дополнительные отборы участников и, конечно, на постоянной основе будем привлекать новых инвесторов. Кроме того, с 2020 года для сельхозтоваропроизводителей действует 70% возмещение затрат на покупку семян, произведенных в рамках ФНТП. Это в том числе позволяет сформировать первоначальный спрос на отечественные научные разработки и таким образом популяризировать их. Также собственные механизмы поддержки появляются и на уровне субъектов. В качестве примера отмечу Краснодарский край, Республику Татарстан, Воронежскую и Курскую области. Призываем другие регионы активнее использовать опыт коллег для продвижения результатов ФНТП. Постоянно ведем об этом диалог с ними. И, конечно, мы всецело поддерживаем предложение о продлении ФНТП до 2030 года. Соответствующий проект указа подготовлен и согласован со всеми заинтересованными ФАИВами. Уважаемый Владимир Владимирович, далее доложу о планах по развитию ФНТП на перспективу. В начале сентября утвердены еще четыре подпрограммы. К реализации совместно СМИ и НОБРНауки приступим с 2022 года. Подпрограммы касаются развитие производства кормов и кормовых добавок для животных, селекции и семеноводства масличных культур, улучшение генетического потенциала КРС мясных пород, а также развитие виноградарства, включая питомниководство. Потребность финансирования данных подпрограмм на 2022-2025 годы составляет порядка 16 миллиардов рублей. Отмечу, что, как и в случае с первыми подпрограммами, сохранен принцип вовлеченности отраслевого сообщества в разработку документов. Кроме того, мы постарались учесть организационные недочеты, которые имели место при разработке первых подпрограмм. Знаем, что определенную напряженность у бизнеса вызывали длительные сроки согласования и утверждения документов. Сейчас совершенствуем процессы, в том числе благодаря конструктивному взаимодействию СМИ на Убранауки. Коротко расскажу о каждом новом направлении. Первая подпрограмма – это развитие производства кормов и кормовых добавок для животных. Зависимость от импорта здесь пока еще довольно высока. Из-за рубежа поставляется порядка 50% аминокислот, около 90% кормовых добавок и микроэлементов и почти 100% витаминов. Кроме того, существенно повышаются издержки аграриев из-за роста стоимости кормов, в том числе в связи с высокой импортозависимостью. Подпрограмма ФНТП позволит создавать новые сорта кормовых культур, разрабатывать отечественные технологии производства добавок, готовить квалифицированные кадры в этой сфере и, что очень важно, снижать негативное воздействие на экологию. Реализация мероприятий повысит долю качественных отечественных грубых и сочных кормов на 18% пункта. Хочу сказать, что даже на этапе предварительного мониторинга к данному направлению проявили интерес порядка 30 предприятий из 12 регионов. Есть понимание, что при отборе спрос должен быть выше. Далее, следующая подпрограмма – развитие селекции и семеноводства масличных культур. По этому направлению за последние 5 лет российский АПК практически удвоил показатели производства. Однако объемы во многом обеспечены семенами зарубежной селекции. Поэтому предусмотрено создание 29 новых сортов и гибридов, чтобы к 2025 году увеличить долю высеянных семян отечественной селекции – подсолнечника на 12% пунктов, сои на 37%, рапса на 17% и на 41% пункт масличного льна. Еще одна новая подпрограмма направлена на улучшение генетического потенциала КРС мясных пород. Здесь важно отметить следующее. По планам, в 2021 году производство КРС планируется на уровне 2,9 миллиона тонн. Это немного больше, чем годом ранее. Однако, несмотря на наращивание собственного производства, пока отечественное животноводство в данном сегменте не подрывает потребности внутреннего рынка. Необходимы собственные высокопродуктивные породы мясного КРС. Задачей подпрограммы является разработка и внедрение российских технологий в области генетики, биотехнологии, селекции племенного дела. По сути, это позволит к 2025 году получить в товарном секторе не менее 350 тысяч голов мясного поголовья с улучшенными характеристиками. Уважаемые участники совещания, наконец, еще одна подпрограмма направлена на развитие виноградарства. В прошлом году вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии, который, в частности, запрещает российским производителям вина использовать импортные виноматериалы. За прошедший период доля такого сырья радикально снизилась. Безусловно, это мощный стимул для развития отечественной селекции в данной сфере. Новое направление ФНТП в перспективе позволит создать конкурентоспособные сорта винограда, усовершенствовать технологии получения посадочного материала и разработать эффективные методики возделывания для получения качественной продукции. К 2025 году ежегодное производство саженцев отечественной селекции вырастет вдвое. Однако отмечу, что до достижения таких показателей необходимо продолжить господдержку закладки и ухода за виноградников при использовании как отечественных, так и импортных саженцев. Это позволит не допустить снижения объемов производства винограда и российского вина. Завершая тему о новых подпрограммах ФНТП, хотел бы отметить, что каждая из них носит комплексный характер. То есть, помимо непосредственной работы над сортами, гибридами и технологиями, включены мероприятия по подготовке кадров, научному сопровождению, созданию средств защиты растений и ветпрепаратов. Такой же подход мы закладываем в восьми перспективных направлениях, проработка которых сейчас ведется. Речь идет о развитии отечественной селекции зерновых, технических и овощных культур, кукурузы, садоводства и питомниководства, производства ветпрепаратов и улучшения генетического потенциала КРС молочных пород. Кроме того, совместно с Минпромторгом готовим подпрограмму по сельхозтехнике и оборудованию. Уважаемые участники совещания, развитие отечественной селекции генетики мы во многом связываем с системной работой аграрного образования. В сентябре текущего года четыре вуза подведомственных Минсельхозу в результате конкурсного отбора вошли в новую программу Миноборнауки «Приоритет 2030». Хочу отметить, что впервые передовые сельскохозяйственные вузы станут площадками для отработки новейших инновационных технологий, которые в дальнейшем будут применяться при реализации ФНТП. Это привлечет большее число аграрных вузов в новые подпрограммы. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, в завершении своего выступления отмечу, что с реализацией ФНТП тесно связан федеральный проект «Аграрная наука. Шаг в будущее развития АПК». Это взаимодополняющие стратегические документы, комплексная реализация которых внесет существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности нашей страны. Доклад окончен. Благодарю за внимание. Спасибо, Дмитрий Николаевич. Пожалуйста, Денис Валентинович Манков. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, благодаря системной государственной поддержке, которая выставлена была вместе с Минсельхозом, доля российской сельхозтехники с 2014 года увеличилась с 28%, на сегодняшний день почти до 70%. И наши предприятия на сегодняшний день выпускают уже 75% номенклатурных позиций, которые необходимы российским аграриям, и они продолжают ритмично наращивать эти объемы. В частности, вот за 8 месяцев этого года производство сельхозмашин увеличилось уже на 45%. Схожими темпами растет и экспорт, что подтверждает качество, конкурентоспособность нашей техники. Ну, это касается, в первую очередь, современных зерно- и кормоуборочных комбайнов, энергонасыщенных тракторов, лугов, борон, культиваторов и разбрасывателей удобрений, а также опрыскивателей. По всей этой технике производственные мощности полностью покрывают заявленную Минсельхозом потребность, включая 2025 год. В отрасли активно внедряются на сегодня передовые разработки в сфере роботизации и цифровых технологий. Многие сельхозмашинам уже оснащены дистанционной телеметрией, что минимизирует, во-первых, простое, во-вторых, потери времени на сервисных операциях. Реализуется ряд инновационных проектов по направлениям точечного земледелия и умного сельского хозяйства. Методичная работа с Минсельхозом также привела к хорошим результатам в пищевом машиностроении, где с 2014 года российская доля выросла с 12% до 49% на сегодняшний день. Сегодня промышленность обеспечивает все необходимое для строительства элеваторов, зернохранилищ, мельничных комплексов, комбикормовых заводов. Но и российские компании производят широкий спектр оборудования для птиц и фабрик, инкубаторы, родительские гнезда, клеточные батареи, системы кормления и паения кур. Наряду с существенным увеличением производства мы последовательно наращиваем экспортные поставки продукции пищемаша. В среднем за последние три года это по 10% в год. Вместе с тем и по сельхозтехнике, и по оборудованию для переработки сельхозсырья остаются позиции, которые пока еще нами не производятся. С подачей Минсельхоза совместно с Миноборнауке, научными организациями, отраслевыми ассоциациями мы на сегодняшний день завершаем работу по специальной подпрограмме, о которой сказал Дмитрий Николаевич. До конца этого года она будет направлена в Совет Федеральной научно-технической программы, и в следующем году должна быть утверждена правительством. Мы в ней уже определили перспективные направления, на которых будет сделан особый акцент. В частности, по тракторам-комбайнам мы сосредоточимся на разработке продукции с низким углеродным следом. В том числе будем оснащать машины системами мониторинга и прогнозирования состояния сельхозугодий. Зайдем в нишу инновационного возделывания и обработки картофеля, свеклы, льна и промышленных коноплей. С агроинженерным центром ВИМ, который входит в периметр Минобранауки, развиваем тематику производства техники для садоводства, виноградарства, селекции и семеноводства. Мы исходим из максимального использования компонентов и узлов, которые уже серийно производятся нашими предприятиями и которые планируются к производству. Продолжим развитие прецензионных технологий внесения удобрений средств защиты растений. Большой объем работ запланирован в части автоматизации животноводства и переработки сельхозсерия, включая масличные и зерновые культуры. В целом, проектом под программой предполагается вывод на рынок не менее 50 новых моделей техники и оборудования на основе российской компонентной базы. Чтобы достичь обозначенной цели, мы разработали специальный механизм поддержки научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ через кооперацию промышленных предприятий и научных организаций. В проекте бюджета на трехлетку на эту меру предусмотрено средство в размере 1,1 миллиарда рублей. Кроме того, мы также будем использовать уже оправданный институт специнвестконтрактов в обновленной версии СПЕК-2.0. Мы заключили этим летом уже два соглашения по тракторам малой мощности. Ну и далее рассчитываем на увеличение числа таких проектов. Спасибо за внимание, Владимир Владимирович. Большое спасибо. Варень Николаевич, пожалуйста, Польков. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники совещания, докладывать о результатах селекционной, селекционно-семеноводческой и селекционно-племенной работы необходимо в контексте тех масштабных преобразований, которые затронули аграрную науку в последние годы. Напомню, что в начале преобразования в ведении Россельхозакадемии находилось 255 институтов, 145 унитарных предприятий. Средняя численность научных сотрудников в институтах составляла 38 человек, средний возраст 63 года. Размер площадей, занятых под селекцию, 18 тысяч гектар, семеноводство элитных семян 48 тысяч гектар, а под товарное производство сельхозпродукции – 791 тысяча гектар. Право оперативного управления было зарегистрировано только в отношении 29% имущественных объектов. В ходе масштабной реструктуризации за последние годы научных организаций, опытно-экспериментальных хозяйств, в 55 субъектах Российской Федерации создано 50 аграрных научных и исследовательских центров, 30 междисциплинарных научных центров. Все федеральные государственные унитарные предприятия преобразованы, из них 45 юридически присоединены к научным центрам в качестве экспериментальных площадок. Процесс присоединения оставшихся будет завершен до конца года. Право оперативного управления зарегистрировало в отношении 99% объектов. За время преобразований сохранен весь имущественный комплекс, в том числе 1 млн 236 гектаров земельных угодий, из них 857 тысяч гектар пашни. По состоянию на 2020 год средняя численность научных сотрудников, научных центров составляет 112 человек, средний возраст 47 лет, размер площадей, занятых под селекцию, с 18 вырос до 22. Семеноводство элитных семян уже 134 тысячи гектар. В 2021 году элитные семена были произведены на площади 208 тысяч гектара. К 2025 году мы планируем, что вся площадь пашни будет использоваться для выращивания элитных семян. Системная работа координируется в рамках единого плана посевов на землях, которые закреплены за подведомственными Миноборнауки организациями. Цель такой координации – обеспечение посевами под селекцию и производство семян высших репродукций 100% пашин. Сейчас мы можем с уверенностью говорить, что прошедшие структурные преобразования стали основой для возрождения отечественной системы селекции, семеноводства и племенного дела. Одним из показательных индикаторов состояния этого сектора являются финансы. Наряду с увеличением бюджетного финансирования с 6,6 млрд рублей в 2013 году до 12,3 млрд рублей в 2020 году, то есть на 86%, значительно вырос объем внебюджетного финансирования с 6,1 млрд рублей в 2013 году до 14,2 млрд рублей, то есть рост на 132% в 2020 году. Практически полностью этот объем связан с продажей элитных семян отечественной селекции. Удалось не просто сохранить научный потенциал в аграрных научных центрах, но качественно изменить его. Увеличилась численность научных сотрудников. Ненамного. Было 9,6 тысяч человек, сейчас 9,8 тысяч человек. Но в абсолютном и относительном выражении выросло число кандидатов и докторов наук. И самое главное, аграрная наука значительно помолодела. Средний возраст научного сотрудника снизился с 63 до 47 лет. Это значит, что исследования и разработки в области сельского хозяйства привлекательны для молодых ученых. За этот период выросла и результативность исследований. Надо отдать должное Российской Академии наук. Совместно с ними были актуализированы планы научных исследовательских работ. Удалось сконцентрировать ресурсы на наиболее важных направлениях, увеличить финансирование тематик научных исследований. И если в 2013 году средний объем финансирования одной темы аграрного профиля был 2,4 млрд рублей, то в 2020 году он вырос до 18,7 млн рублей. Однако главный результат аграрной науки оценивается в полях. Рост посевов семенами отечественной селекции по основным хозяйственным культурам, а это закономерное отражение роста урожайности селекционных достижений. В качестве примеров отмечу динамику урожайности сортов и гибридов отечественной селекции ведущих аграрных научных центров. По пшенице урожайность сортов Национального центра зерна имени Лукьяненко в производственных посевах возросла с 55,2 центров с гектара до 60,6 центров с гектара. При этом на опытных полях урожайность достигает 137 центров с гектара. По картофелю урожайность сортов ведущих научных центров в области картофелеводства Научно-исследовательский институт картофельного хозяйства имени Лорха Уральский федеральный аграрно-научно-исследовательский центр достигает 700 центров с гектара. По сахарной свекле урожайность гибридов отечественной селекции возросла 750 центров с гектара до 870 центров с гектара. При этом увеличилась и сахаристость с 11,5% до 18,5%. Новым импульсом для развития селекции, семеноводства, племенного дела стала не только федеральная научно-техническая программа, ее роль, конечно, определяющая, но и реализация национального проекта «В начале наука», а с 2021 года он именуется «Наука и университеты». Прежде всего, программа очень четко определила цели и приоритеты. Стала действенным инструментом достижения одного из ключевых индикаторов обеспечения продовольственной безопасности, о котором сегодня говорилось. Не менее 75% семян отечественной селекции в посевах основных скрижательных культур. Исходно, как уже было сказано, были выбраны наиболее сложные направления картофель, сахарная свекла и мясной кросс птицы. Конечно, этого эффекта мы могли бы не получить, если бы программа, во-первых, не стала по-настоящему инструментом программно-целевого управления. Структура мероприятий программы удерживает весь цикл, от исследований до получения разработки и его внедрения в реальное производство. Второе, что хотелось бы отметить, это межпрограммный механизм финансирования. Мероприятия в области развития и поддержки селекции, семеноводства, племенного дела обеспечиваются за счет инструментов, которые предусмотрены в различных государственных программах. Речь идет и о государственных программах Минсельхоза, ну и, конечно, Миноборнауки. Мы используем как государственные задания, так и целевые субсидии. Ну и, наконец, третье, то, о чем сегодня не единожды говорилось, и, может быть, самое главное, это реальный межведомственный характер взаимодействия и координации. Пользуясь случаем, хочу отметить, что сегодня совместная работа Министерства науки и высшего образования с Министерством сельского хозяйства является примером эффективного взаимодействия двух ведомств в достижении национальных целей, решений, поставленных вами, уважаемый Владимир Владимирович, задач. И хотел бы поблагодарить за это своих коллег. Национальный проект науки университета стал еще одним инструментом системного развития и хозяйственной селекции в стране. Так, в рамках проекта целевым образом создаются новые молодежные лаборатории. Из них 114 новых лабораторий, созданные за три года в научных центрах, профилем которых выступают исследования в области сельского хозяйства. Удалось привлечь, благодаря такого рода лабораториям, более 1100 новых научных сотрудников. Основными направлениями исследований для создания лаборатории стали генетика сельского хозяйственных растений и животных, селекция и семеноводство важнее сельского хозяйственных культур. В рамках обновления приборной базы в аграрных научных центрах уже приобретено лабораторное оборудование на 1 миллиард рублей. Еще несколько лет назад на приобретение научного оборудования выделялось на порядке меньше. Задача обновления не менее чем на 50% приборного парка, ведущих научных организаций, подчеркну, для аграрных научных центров. А у нас такая задача поставлена в рамках национального проекта до 2024 года. Так вот, для аграрных научных центров будет выполнено со значительным превышением 100%. Также в рамках национального проекта, и это тоже стоит отметить, создано 35 селекционно-семеноводческих и селекционно-племенных центров. В этом году мы провели соответствующий отбор. Эти центры созданы на базе аграрных научных центров и образовательных организаций, проще говоря, вузов. Их цель – обеспечить максимально эффективное продвижение научных разработок в селекции семян и пород в аграрное производство. Общий объем поддержки до 2024 года уже обеспеченный в рамках федерального бюджета 3,7 миллиардов рублей. Отдельно остановлюсь на масштабных системных мерах по развитию селекционной, селекционно-семеноводческой и селекционно-племенной деятельности, принятых нами за последний год. С этого года, прошлый год мы обстоятельно и много обсуждали самые разные вопросы, сдерживающие развитие селекции, семеноводства, развития науки в вузах, в научных центрах. Так вот, с этого года министерством во взаимодействии с нашими организациями реализуется программа обновления парка специализированной сельскохозяйственной техники научных центров совместно с Росагролизингом, на которую в 2021-2023 годах предусмотрено 1,5 миллиарда рублей бюджетных средств. Общая стоимость приобретаемой научными организациями техники состоит 5 миллиардов рублей. В данном случае министерство субсидирует первый 30-процентный плодеж. Аграрные центры в рассрочку, и здесь спасибо Росагролизингу, они дают рассрочку на срок от 5 до 8 лет, осуществляют возврат оставшихся 70%. Росагролизинг гарантирует привлекательный процент за лизинг, от 2,5 до 5,5. И надо отметить, что уже в 2021 году программы воспользовались 47 научных центров, до конца года будет закуплено 625 единиц агротехники. Это чрезвычайно важно для достижения тех результатов, которые мы перед собой поставили. В целях повышения продуктивности основных культур, максимального раскрытия генетического потенциала, селекционных достижений научными центрами, по основным сельхозяйственным культурам разработаны и внедряются в практику научно обоснованные агротехнологические стандарты. Выполнение научно обоснованных предписаний в области селекции семеноводства обеспечивает не только рост производительности, но и рост общей культуры хозяйствования. Это создает единственную возможную основу для быстрого использования всего арсенала генетических исследований в растеневодстве. Кстати, эта работа в птицеводстве была запущена уже с прошлого года. Применение стандартов, научно обоснованных, высоких стандартов, позволило перейти к разработке программ генетических исследований по основным культурам. Работа эта ведется в рамках сетевого взаимодействия групп генетиков и селекционеров. Общую координацию работ по проведению генетических исследований в рамках этих программ ведет созданный на базе Института социальной биотехнологии Центр анализа генома. Уважаемый Владимир Владимирович, конечно, эта работа стала возможной не в последнюю очередь благодаря введенному вами мораторию на отчуждение объектов имущественного комплекса академических институтов. С учетом достигнутых результатов, текущего уровня использования земель, планов по дальнейшему развитию отечественной селекции, семеноводства, племенного дела, в том числе в рамках ФНТП, просили бы вас дать отдельное поручение о законодательном закреплении особого статуса землям всех хозяйственного значения, на которых научными центрами и вузами ведется селекция и первичное семеноводство семян высших репродукций. Доклад окончен. Благодарю за внимание. Спасибо, Валерий Николаевич. Уважаемые коллеги, у нас много участников. Здесь и руководители регионов, и представители бизнеса. Я с коллегами из регионов по тем или иным вопросам встречаюсь регулярно, так же, как и с членами правительства. Я бы хотел сейчас послушать коллег, с которыми не так часто удается общаться и встречаться, но именно тех руками и талантом, которых мы добиваемся результатов в области сельского хозяйства. Я вот сейчас всех назову, кого хотел бы услышать, потом дам слово любому участнику совещания высказаться, чтобы вот те, кого я назову, сейчас подготовились в первую очередь. Это Донник Ирина Михайловна, это Беспалова Людмила Андреевна, Машкович Вадим Николаевич, Трубилин Александр Иванович, Трухачёв Владимир Иванович и Шанина Елена Петровна. И попросил бы начать Донник Ирину Михайловну, вице-президента Российской академии наук. Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите мне добавить два момента. Первое, что эффективность программы развития сельского хозяйства, конечно же, очевидна. И особенно очевидна в регионах. При работе над этой программой было организовано тесное взаимодействие Министерства сельского хозяйства, Министерства образования и науки и Российской академии наук, за что хотелось бы выказать особую благодарность Дмитрию Николаевичу, Валерию Николаевичу и, конечно, их коллективам. Успехи программ трёх очевидны, о них сегодня говорили. И самое главное, что они уже в регионах. Программа по картофелю я не буду говорить, комментировать, а программа по сахарной свёпле, на наш взгляд, демонстрирует уникальный рост или уникальную эффективность. Десятикратное увеличение за три года доли отечественных семян, что практически, наверное, фантастика. Есть определённые успехи и в создании отечественного кросса. Вот коллеги называли, что уже четыре птицефабрики в регионах имеют племенной молодняк. Однако вызывает озабоченность то, что родительское поговорие сосредоточено на одной площадке. И это, опять же, увеличивает риск гибели всего поголовья при возникновении инфекции. Так уже было. Поэтому предлагается всё-таки поддержать предложение Министерства образования и науки по строительству новой инновационной площадки для размещения родительского поголовья птицы. Второй момент. Опасения по-прежнему вызывают вхождение в страну иностранных компаний с семенами культур, которые обеспечивают решение доктрины продовольственной безопасности. Зачастую качество этих семян и происхождение их вызывает сомнения. Но формальным признаком они всё-таки заходят и разрешены для выращивания в Российской Федерации. Вот чтобы не возникла ситуация полного теснения семян отечественной селекции, как вы уже справедливо заметили, и учитывая стратегическую значимость и обеспечение именно продовольственной независимости России, предлагается выделить в особый статус отдельные сельскохозяйственные культуры, в том числе и те, по которым достигнуты высокие результаты. И я не побоюсь этого слова, которых можно считать поистине национальным достоянием страны. Таким культурам можно было бы отнести пшеницу, ячмень, кукурузу, подсолнечник, сою, рапс, картофель и сахарную свеклу. В принципе, этот перечень, конечно, может обсуждаться, но учёные наши предлагают вот такую перечень в первую очередь учесть. И земли, на которых производятся семена этих культур, также надо наделить особым статусом. Для того, чтобы эти существовали особые культуры, необходимо разработать для них понятийный аппарат, методики расчёта объёмов семян, в том числе с учётом стратегических запасов. И, конечно же, сформулировать меры поддержки. Вот для разработки этих подходов, этот подход можно распространить и на другие направления сельского хозяйства. Мы уже говорили об этом. Это и машиностроение, и животноводство, и хранение, и переработка. И Российская Академия Наук, конечно, готова подключиться к формированию этих документов. И совместно с Минсельскохозом и Миноборгом науком поговорить обнимание. Спасибо большое. Пожалуйста, группа компании «Русагра», представитель совета директоров, Машкович Вадим Николаевич. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, мне кроме слов благодарности за эту программу сказать нечего. Спасибо огромное. Мы за три года, которые занимаемся селекцией семян сахарной свёклы, создали 21 гибрид, который внесли в государственный реестр селекционных достижений. По результатам 2021 года один гибрид вошёл в первую десятку лучших гибридов среди 250 предсутствующих на нашем российском рынке иностранных гибридов. Один гибрид вошёл в первую двадцатку. Мы на один год раньше программных сроков НТП начали коммерческое производство гибридов. В Крыму организовано современное производство семян. И важно, что все гибриды, которые мы разрабатываем, они районированы, они засохоустойчивы и устойчивы к корневым и листовым болезням, которые присущи конкретным региональным нашим проблемам. Владимир Владимирович, здесь я хотел бы обратить внимание, что мы решаем на самом деле даже две задачи. С одной стороны, мы занимаемся импортозамещением семян сахарной свёклы, но второе, цель, которая поставлена в рамках ФНТП, это увеличить в два раза сахар с гектара, что на наш взгляд приведёт практически к такому же снижению себестоимости сахара российского производства. И в том числе мы тогда решим проблему ценообразования, которое сегодня, вы обращали на это внимание, стало в связи с мировым ростом цен на практически всю сельхозпродукцию. Поэтому я кроме слов благодарности и нашему родному Минсельхозу, но также и Министерству образования, и Министерству промышленности и торговли, где мы взаимодействуем практически идеально, нас слышат и ведомственно, и межведомственно. И мы все вопросы сегодня решаем быстро и эффективно. Спасибо огромное. Доклад закончил. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники совещания, сегодня хочу вам сказать, что сегодня на Кубани установилась очень хорошая погода, солнечно, тихо, тепло, прекратился ветер, и Кубань сеет. Немногим менее двух миллионов гектаров предстоит посеять озимых культур. И мы сегодня, Владимир Владимирович, очень рады и счастливы вам доложить, что Кубань сеет своими семенами. Это семена Национального центра зерна имени Лукьяненко, созданы в последние годы. И хотелось бы сказать, что мы тоже, селекционеры, сегодня сеем. Но в отличие от края, который сеет урожай будущего года, 2022-го, мы сеем генофонд будущих сортов, которые будут возделываться в конце 20-х, в 30-е годы. То есть мы живем будущим, будущим десятилетиям, создаем сорта будущего. И сегодня в Национальном центре применяются новые методы селекции, новые инструменты генетические, которые позволяют нам создавать сорта все более урожайные, качественные и конкурировать с мировым селекционным сообществом, что очень важно. Поэтому я думаю, что хлеб нашей страны в надежных руках. Но вот если сказать о сорте, какой бы прекрасный сорт не был создан, а если нет семеноводства мощного, мы не можем конкурировать, и он остается коллекционным образцом. Поэтому для отечественной селекции именно семеноводство мощное, которым мы вот обладаем, и каждый новый сорт, который только регистрируется Государственной комиссией по сорта испытаниям, он сразу начинает возделываться в производстве. Это наше преимущество – давить семенами. А я думаю, что мы и в дальнейшем с этим справимся. Спасибо большое. Спасибо вам. Пожалуйста, Шанина Елена Петровна, главный научный сотрудник Уральского научно-исследовательского института сельского хозяйства. Добрый день. Мы выполняем программу КМТП. Мы создаем сорта, создаем оригинальный материал картофеля. И действительно считаем, что самым основным в распространении сорта – это качественный семенной материал. И мы выполняем ваше поручение импортозамещения, чтобы на полках наших магазинов действительно находились только российские сорта. Но для этого действительно нужно прилагать усилия именно селекционеров и семеноводов, работая именно с индустриальными партнерами, такими как хозяйства, которые хотят выращивать наши сорта, российские сорта. И поэтому несколько учреждений, в нашем случае это 19, мы работаем с теми предприятиями, такими, как агрофирма «Крем» Тюменская область, докогены и технологии Московская область, Уральский картофель, Свердловская область, Фатагра, Республика Северная Осетия, которые способны на сегодняшний день обеспечить именно оригинальными отечественными семенами лучших сортов отечественной селекции. Но вместе с тем хотелось обозначить проблему как кадров. У нас на сегодняшний день, при том, что мы в развитии КНТП обновили, конечно, материально-техническую базу, у нас есть эквенатор, мы делаем геномную селекцию, мы делаем маркер-ориентированную селекцию. Но биоинформатика в нашем случае, она основывается именно на тех проблемах и задачах, которые нужно на сегодняшний день внедрять в сельхозяйственных вузах. И поэтому в совокупности проблем не так уж их много, это субсидирование и кадры. А оригинальными сорта и здоровый семейный материал мы создадим. Спасибо. Хорошо. Спасибо большое. Ну, давайте по кадрам и поговорим. Пожалуйста, Трубилин Александр Иванович, ректор Кубанского государственного аграрного университета. Уважаемый Владимир Владимирович, действительно, тема, о которой Вы в начале своего выступления говорили, достаточно актуальна, именно тема кадрового обеспечения. Поставленные задачи можно успешно решить только опираясь на высокую квалификацию специалистов. Тема кадрового обеспечения для всех очевидна. Проблема их подготовки для проведения генетических исследований, а это проходит сегодня, пожалуй, через все подпрограммы ФНТП, стоит очень остро. К сожалению, существует расхожее мнение, что для отечественного ПК страны будет достаточно полторы-две тысячи специалистов в области генетических исследований. Наверное, для университетов и научных организаций достаточно такого количества, которые владеют методами генетического редактирования. Но с учетом эффективной реализации подпрограмм ФНТП необходимо кратно больше специалистов, владеющих современными компетенциями в области генетики селекции и в животноводстве, и в растеневодстве. Это особенно сегодня важно для развития племенного животноводства. Нам в университете, к счастью, удалось сохранить профильные кафедры в области генетики. Это очень важно для дальнейшего развития университета. Понимая это, мы со своей стороны в рамках реализации программы развития «Приоритет-2030» запланировали одну из ключевых задач – конструирование реализации новых образовательных программ, о чем мы говорили, с учетом современных требований для аграрной науки, аграрного бизнеса. Мы сегодня этой работой уже активно занимаемся, и у нас есть полное взаимопонимание с руководством региона. Это позволяет обеспечить отрасль специалистами высокого уровня. Думаю, что будет важно предусмотреть ФНТП наряду с комплексными научно-техническими проектами, также реализацию подпрограмм комплексных научно-образовательных проектов. Их цель не только обеспечение кадрами, но и создание на базе ведущих аграрных вузов комплексной инфраструктуры, которая, по нашему мнению, должна обеспечить внедрение и массовое применение передовых генетических технологий ВПК. И скажу уже сегодня, Владимир Владимирович, по инициативе администрации Краснодарского края, наш университет совместно с инопрактикой начал реализацию региональной программы по генетике и селекции крупного рогатого скота молочного направления. Край запланировал на реализацию этой программы 440 миллионов рублей, решение уже состоялось. Я скажу, что, пожалуй, это первая отечественная программа в этой сфере, и очень хотелось бы надеяться, что она станет, ну, можно сказать, основой запуска аналогичных проектов и в других регионах нашей страны. Спасибо. Спасибо вам. Благодарю вас. И, пожалуйста, Трухачев Владимир Иванович, ректор Российского государственного аграрного университета. Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. ВУЗы Минсельхоза активно участвуют в реализации федеральной программы. Есть уже определенные результаты. На самом деле, сегодня вот за последние годика три, наверное, активно и бизнес идет в образовательные учреждения. И мы сегодня активно работаем с бизнесом. Это сегодня, конечно, совсем другая жизнь начинается для нас. Вот такие компании, как Русагра, Фосагра, Акрон, Подымикс, Мое село, Рост, они с удовольствием сами пришли и сами вместе с нами создают учебные классы, создают учебные программы. Владимир Иванович, вы правильно заметили, что все-таки еще раз и еще раз кадры, закрепляемость. Мы у себя в Темирязевке пересмотрели свои учебные планы. И честно вам скажу сегодня, мы на 30% уменьшили нагрузку на студента в вопросах сдачи экзаменов, зачетов, курсовых работ. И переориентировали их на практическую составляющую. Уехали ребята в село, уехали на производство. Там они сегодня должны учиться профессии своей, со своими учебными мастерами, которые в жизни никогда не выезжали. А самое главное, уже с другими агрономами, инженерами и руководителями агропромышленного комплекса, которые сегодня работают на селе. Умные, хорошие, конкретные, перспективные и результативные. С благодарностью, вот только еще раз хотел бы, с благодарностью. Я как-то выступал на нашем совете по науке и образованию, который вы возглавляете. И говорил о том, что вот со времен, значит, Пурсенко, Андрея Александровича, у нас вот аграрные вузы ничего не выигрывали. Вы знаете, так приятно сегодня. Три вуза финалисты, четыре вуза вошли в приоритет 2030. Шикарно поработали в этом плане. Правильно, грамотно, конкретно, целеустремленно, результативно. И Чернышенко Дмитрий Николаевич, и Фольков Валерий Николаевич. Спасибо им большое, что приоритет 2030 дошел до сельских вузов. И мы вас в этом плане не подведем. Мы готовы сегодня выполнять ту задачу, которую вы перед нами ставите. И это сегодня только начало нашего пути. Только буквально вот центр мирового уровня в Тимирязевке, агротехнологии будущего, это за последний год. Центр по мировой, по овощеводству, это все за последний только год. Вот какое сегодня внимание уделяет Министерство сельского хозяйства, Министерство науки и образования. И это сегодня очень-очень правильно. Поэтому мы знаем, что вы поддерживаете эти все направления. И за это, Владимир Владимирович, вам огромное-огромное спасибо. Решите завершить свое выступление. Спасибо. Так, пожалуйста, коллеги, обращаюсь ко всем участникам сегодняшнего совещания. У кого есть необходимость, желание что-то добавить? Нет? Все сказано? Хорошо. Ладно. Значит, мы будем завершать тогда. Я хочу всех поблагодарить. Мы продлеваем эту программу, как я договорились, до 2030 года. И необходимо, как вот сегодня звучало, как и в документах, предварительно подготовленных, обозначено, уделить внимание некоторым вопросам, исходя из того, как развивается ситуация в сельском хозяйстве. В мире, в нашей стране у нас задач не меньше, чем в других странах, а может быть и побольше, потому что некоторые вещи были упущены. Нужно, безусловно, предпринять меры, направленные на дополнительное стимулирование использования наших разработок внутри страны. Совершенно очевидно. Здесь нужно обеспечить хорошее информационное сопровождение, финансовое сопровождение, внести в нормативные правовые акты некоторые изменения для того, чтобы вот это продление программы до 2030 года было эффективным. И сосредоточено на основных направлениях развития. Выделить необходимые финансовые ресурсы, они предусмотрены программой, нужно только, чтобы это в ходе бюджетных процессов никогда не забывалось. Причём это касается разных совершенно направлений деятельности. Определить перечень основных сельхозкультур и значение уровня самообеспеченности семенами российской селекции по каждой из таких культур. Определить перечень основных видов сельхозживотных и значение уровня самообеспеченности в отношении племенного материала. Внести, провести анализ и определить необходимые востребованные междисциплинарные направления исследований. Об этом я говорил в своём вступительном слове. Для всех участников сегодняшнего совещания очевидно, насколько это важным является. Ну и, конечно, разработать комплекс мер по взаимодействию сельхозпредприятий. Причём разного уровня я бы здесь не давал предпочтение только крупным нашим сельхозпредприятиям. Нужно посоветоваться и с фермерами по различным направлениям деятельности, что для них важно с точки зрения подготовки кадров. С нашими основными научными, учебными заведениями внести соответствующие изменения для того, чтобы отрасль получала специалистов самого высокого мирового уровня. Наше сельхозпроизводство показало, что оно уже подошло именно к такому вниманию со стороны государства для своего развития. Я хочу пожелать всем успехов и прошу подготовить необходимые перечень поручений. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо. Спасибо.